так друзья всем привет это видео знаете такое мое мнение и мое отношение к определенным продавцам орхидей я не стал снимать распаковку в конце прошлого года получается зиму назад несколько месяцев назад а покупал орхидей в одном из интернет магазинов в челябинске и в общем купил орхидей они ну скажем так не за три копейки на порядок они дороже и вот среди этих орхидей я три штучки купил но почему я купил потому что но вы знаете что на канале собираю коллекцию бабочек и вот среди этих орхидей было из трех орхидей купил две бабочки они прекрасно цвели все но продавец на момент когда я купил значит сказала что у них холодно и она уже не рискует отправлять их пускай они побудут зиму передержка все как бы передержка я уж не помню честно платно не платно 100 рублей передержка дополнительно ну просто услуга передержка до тепла ну и все вот наступило тепло продавец как положено перед отправкой эти орхидеечки мне сфотографировала прислала мне эти орхидейки я вот даже вставлю а вот сюда вот фотографию эту орхидеи до одну орхидею вторую орхидею третью орхидей ну вот если посмотреть просто да на эти фотографию орхидеи ну как бы фотография фотографий на самом деле можно там какую хочешь вставить фотографию и там особо потом не поймешь да тем Тем более, что это орхидеи от цветашки. Но обратите внимание, друзья, вот на эту фотографию, на эту орхидею, да, ну, снято-снято, да, вроде бы у этой орхидеи не один цветонос, вроде бы у нее два цветоноса, но так, знаете, снято с такого ракурса, интересно, что вот второй цветонос, он как бы, ну, непонятно, да, как бы, такое ощущение, что он просто с той стороны цветочка. И особо там не разглядишь, что, оказывается, у этой орхидеи он, ну, вот он как бы из точки роста, да, как будто бы, вот знаете, вот если бы вот так бы было снято, вот так вот было бы снято, да, с такого ракурса фотография, то было бы все понятно, что у орхидеи из точки роста растет цветонос. Но снято вот таким вот образом, да, как будто бы вот просто с этой стороны шейки, основания, да, растет цветонос. Ну, и непонятно, потому что не всегда вот олествелые чешуйки на цветоносах означают, что этот цветонос растет из точки роста. У меня, я вот сейчас не готов был, но у меня достаточно орхидей с цветоносами, у которых есть олествелые вот такие чешуйки, но они не из точки роста, а растут из, ну, обычно, как обычно. В общем, ничего такого плохого. И вот, друзья, вот, когда покупал эту орхидею, она, во-первых, на витрине не была сфотографирована из точки роста. У меня уже буквально недавно на днях одна из, одна из подписчиц написала мне тоже плачевное письмо, плачевный комментарий вконтакте, прислала фотографии. Георгий, вот я оплатила орхидею, беленькую там орхидею, оплатила, но вот с ужасом удивилась. Когда уже оплатила мне, продавец присылает фотографию, я увидела, что у орхидеи с точки роста растет, как бы, цветонос. На что я ей сказал, говорю, так поступают непорядочные продавцы. Во-первых, нормальные, порядочные продавцы просто обязаны, продавая товар, указывать в описании к товару, что у этой орхидеи с точки роста растет цветонос. Когда об этом не говорят, это, ну, непорядочно, это скрывание того, ну, примерно, знаете, как, вот покупаете вы автомобиль, да, вы предполагаете на нем ездить, да. Но вдруг, покупая его, там оказывается, что двигателя нет. Нет и нет укреплений на него поставить. То есть ездить вы на нем не сможете. Вы просто будете любоваться им. Пока он у вас не сгниет, не соржавеет и не сгниет, да. Либо вдруг не родит другой автомобиль вам. Вот примерно то же самое с орхидеей. Мы покупаем ее цветущую, да, в надежде, что она будет дальше расти, цвести каждый раз, периодически выпуская цветоноса. Мы не предполагаем того, что орхидея больше не будет расти. То есть это уже заведомо такой мертвый товар. Максимум, что можно отжидать от нее, это деточку, с которой мы будем не один год пестаться. Во-первых, неизвестно, когда эта еще деточка появится. Во-вторых, еще не один год пестаться с этой деточкой, чтобы увидеть ее цветение. Но, хочу сказать, что не все орхидеи, не во всех 100% случаях выдают деточек, имея из точки роста цветонос, друзья. Это тоже такой, знаете, момент 50-50. И вот, когда продавец вот так вот поступает, я считаю, что это просто, ну, не то, что подло, это, ну, плевок в отношении покупателя, потребителя, да. Ну, к сожалению, законы такие, что даже гнилую орхидею невозможно вернуть. То есть по закону по Российской Федерации гнилая орхидея пришла, любой цветок. В общем, цветы растения возврату не подлежат. То есть вот мы, когда покупаем в интернете у продавцов орхидеи, то уже просто на порядочность можно только рассчитывать, да. Я вот с этой орхидеей даже не хочу обращаться к продавцу, который продал мне эти орхидеи. Я, единственное, назову, друзья, эту группу и этот сайт. Это, друзья, сайт интернет-магазин в Челябинске. Я считаю, ну, я озвучу свое мнение. Я не хочу связываться с хозяином этого магазина, с продавцом, потому что люди, которые работают и продают, осознанно идут на подлог, осознанно врут, вводят в заблуждение. Это вот магазин, я вот сейчас его назову. Это Челябинск, да, Челябинск? Да, Челябинск, улица Труда, дом 157. Вот я вам ставлю сюда вот группу эту ВКонтакте и точно такой же Ski & Orchid магазин. Я считаю, что руководство и продавцы этого магазина, они поступают, ну, неправильно. Я не могу по фотографии там, вон, прям все досконально увидеть. Да, я согласен. Может быть, где-то орхидея может быть по почте при транспортировке, подпортится. Там еще какие-то могут быть проблемы. Но, друзья, цветонос из точки роста не может не вырасти незамеченным продавцом. Продавец смотрит эту орхидею, упаковывает, выставляет ее на продажу. Он видит, что у орхидеи из точки роста идет цветонос. И когда вот такие вот орхидеи продают молчком, это очень-очень нехорошо. Поэтому, вот, знаете, у меня просто нет слов. У меня нет просто слов. Я, честно говоря, расстроен. Я купил две этих орхидеи, одну орхидею-бабочку, это феникс. Друзья, орхидеи феникс. Номер заказа у меня вот есть все. Вот у них, вот, магазин делал пометочки. Вот она, видите, номер заказа. 33 260, артикул 33 248. Вот на горшочках все нарисовано. Я взял одну орхидею-не бабочку стандартного цветения, вот она, феникс. А вторую взял феникс. Феникс-бабочку специально для сравнения. Думал, ну вот я видео не стал публиковать распаковки, потому что, ну, у меня там просто-просто очень были неприятные эмоции. Я даже матом ругался. Поэтому я не стал эту распаковку показывать неделю. Но после все-таки прошло время, я отдышался и решил все-таки записать вот это видео и свое вот это выразить мнение. И еще одну бабочку, да, я купил. Это бабочка Джулия, артиста крафт. Ну, они уже от цветашки. Понятно, что зиму они цвели. Зиму цвели и мне вот в отсветшем состоянии. За весь этот заказ, за все три вот эти вот орхидеи, за зимовку, за упаковку, я заплатил 8 с лишним тысяч. Вот за три вот этих орхидеи. Это дорого, конечно, дорого. Но я был уверен, что вот у меня не будет вот такой вот засады, что я даже не подозревал, что меня вот так вот как лоха какого-то разведут, подсунут мне орхидею. Я буквально, знаете, сам зрителям говорю, друзья, требуйте у продавцов возмещение средств, если они вдруг, ну, вот так вот вас подставили. Ну, кто-то требует и возвращают, а здесь вот сам, знаете, как сапожник без сапог, самого меня вот так вот взяли, нагрели из Челябинска. Магазин Ski & Orchid, большое вам спасибо. Я ничего у вас требовать не буду, я просто вот расскажу, что в этом магазине, друзья, орхидеи не покупайте. Если вам попадется вот этот магазин, знаете, что продавцы и владелец этого магазина просто наживаются на вас за бешеные деньги, продают орхидеи и подсовывают вам вот такой вот товар без будущего, товар без будущего. В общем, вот такое вот у меня эмоциональное все-таки видео. В общем, извините, вот так.